что друзья приветствую всех любителей 4 европки на с вами продолжение игры за венецию нашу и у нас прошлой серии осталось две войны которые выступили как союзники да в целом в целом я никак не участвовать не планирую так может кто-то на моей территории там перейдет мы их разобьем я так думаю что разобьем да и в общем то никаких стеснений чувствовать не будем ну это добренько это добренько вот а пока какие у меня планы ну наверное и национализировать все что что у меня есть это логично да османа пилят максимально у нас агрессивка в италии сильная и что он остается не знаю может быть пойти а подожди на же претензии на мамлюка мамлюк а я на тебя могу накинуться так чисто в будущем ну в целом вроде как нет он довольно сильный 55 тысяч ну да 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 сильно он такой видимо пока что мамлюк не досягаем может как-то вот эти территории покрасить ради торговли на с австрии еще нужно обязательно что-то делать так что возможно я очень зря в войну вместе с австрией куда-то вступил хотя 57000 там 26 союзники какие-то в наличии этого я точно бы не вынес нам ну да ладно пока посидим по чилим вообще наверное следует отталкиваться от того какие у нас это задание куда нас ведут пока на задание ведут захватить гену и у меня агрессив очень много пока с этим никак да претензии у меня хоть на гену и есть но есть есть хоть еще на среднюю провинцию от гену и сделаем претензию пока мы тем временем закрыли количественные идеи лимита армии плюс 50 это добренько это добренько теперь у нас лимит 72 вот теперь мы можем задуматься о войне с мамлюком от рыли до деньги в наличии нам так ну теперь мне кажется что не так уж хорошо нас с экономикой потому что три монетки это прям не супер ну 10 артиллерии да я поставил это еще не full фронт эти папа римские против него хотел как-то воевать да кстати можем сейчас это сделать папа римский у папы римского здесь торговля наша вот почему хотел на него напасть нет это опять агрессивка против ну здесь итальянская нам пока нужно покопить это и вот чем заняться лучше не подожди генуя в союзе с францией усю к вот чего я как раз и боялся то что гена из франции союзится и мы уже ее никак не затронем окно претензии допустим сделали но что делать франции господам возможно на нее стоит напасть через баллонью и получить еще больше агрессивки до большая арта гарантирует независимо нет хоть большая она победила еще совое боже мой видимо через баллонью придется до гена как не как совоюще а я даже не представляю сколько там агрессивки будет ну короче баллонья баллонья давай чё-ничё от баллоне можно оторвать ну вот эту можно оторвать до 14 развития еще больше агрессивка какой кошмар агрессивка на агрессивке агрессивкой погонят видимо придется нам взять дипломатически в скором времени идеи дам дипломатические а возможно еще и не только их а и шпионские почему-то в комментариях и шпионские идеи все очень сильно осуждают но снижение агрессивки как это было у нас ну за монголов за орду за орду монголов там очень много снижения агрессивки не 20 намного больше вот но все равно у нас за ту партию сколько бы мы не красили ни одной коалиции никогда не было даже близко вот так новый это еще не европейский регион там конечно был все дела плюс еще на римская империя в общем дебаф на дебафе и дебафом поедет но наверное deep deep идеи это приятнее лучше не отношение будут поскорее на спадать ну и военно стоимость провинции то ускорение покрас это добренько да да наверное следующая идея все-таки deep возьму но же нет османа и больше да куда качество армии качать для кого для чего нет и не нужно а кстати можно же знаете как вообще сделать не красить гену наверно это очень дорого будет а разорвает союз францией возможно они снова его заключат разорвать союз у нас будет перемирие не на пять лет а чуть чуть побольше а из то что они просто так разорвут союз у них по моему перемирие самая короткая будет и возможно мы все равно не успеем да у них отношения хорошие союз улучшено отношением ладно посмотрим по агрессивке сколько нам дадут кстати польша польша забрала константинополь почему у нас проблема на проблеме и проблемы погоняет почему у нас претензии прямо по заданию на польшу получается да и на авст о боже мой на союзников нам в общем-то не видать по ходу дела австрия ты сможешь воевать против польши но у них хорошие отношения богемия против нас кто больше в соперниках москва франция но франция также у австрии блин нам вообще ни один союзник нехороший польша потому что константинополь австрия пушту очень много земель на балкан на балканах франции потому что поддерживает тут мелкие государства у нас все противники все ну-ка кастелец нам в общем-то наплевать он далеко от нас иногда нас поддержит у кастелец хороший союзник так вот она болонья готовы ли мы наверное да генуя если просто гены то всякие с франции там и тому подобное ну ладно баллоне так баллоне наверно флот наш видимо придется они то она и так может пройти хорошо просто мы еще с той серии флотом блокируем всю весь тунис да забавно о чем поехали даже австрия вступиться а если так австрия ты как австрия развалит францию подожди а просто так ты ты тоже ступишься может кастелец воюет больше заняла денег глобальную войну развязать как думаете больше мы сможем дотянуть чтобы было больше подождите так за каждый подожди сколько у нас значит до 20 до 20 это 20 что ли будет до желание и еще 20 40 плюс 40 на от нет они и согласятся если еще 40 сделать до суда тоже самое только австрия шиш такое-то австрия просто тогда фикс этой баллоне можем прямо на генуя напасть значит они уверен франции в австрии почему-то на францию заборе так просто может качество армии посмотрим значит 4 боевой дух дисциплина 100 высокая а франция у франции чуть пониже чуть пониже но все равно по сравнению с нами они как-то да вид имеют в общем-то она давайте аккуратно сыграем фикс или или не будем вот это вот самое страшное элана не еще не взяли да элана у них нету нету у них элана тогда давайте флот весь соберем нам все-таки наверное попробуем прямо на генуя напасть да тут холмы минус каш получим давайте рисковать давайте совой еще неприятно ну тут 9000 бы не сильно войну давайте за гену еще будет интересно если конечно все не смогу забрать но это вообще рофил будет больше но у них снижается так военная усталость но нет ждать мы не будем наверно или будем нет наверное не будем они тем более бургундию получили в у нее правильно да ну да ну давайте давайте франция наверняка отвлечется на бургундию и у нас будет в общем-то время давайте попробуем чисто риск идем на риск максимальный кто не рискует тот не берет генуя то это в общем-то старая венецианская поговорочка поехали а 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 ой даже как-то не заметилось то что у нас советник то леонардо да винчи прикольно так кастилья вступается вот это добренько кастилья давай было не нужно было как свою сторону сделать да я кстати пропустил нужно быть повнимательнее я бы эту провинцию подешевше бы взял так а кстати кстати чисто ради теста мы сможем все взять кстати да мы кстати это сможем а вот так вот кстати и вот так вот сможем нифига давай тогда отдельно мы вот луку возьмем до 21 я же когда за гену и вот так вот беру это что же 21 стоит да тоже 21 хорошо мы немножко повоюем агрессивка еще чуть-чуть спадет еще спадет и будет добренько а о франция готова выйти из войны наверное чуть подождем пока мы столицу возьмем на добренько блин кстати как мы быстро осаждаем казалось бы но 10 пушек да это особый бонус но офигенно блин наверное за то что я осаждал крепость только в угодьях там еще угодья тут тут тоже угодья ну то есть как и равнина никакого добавки не имеем ну все минус франция значит эта война уже считаю выиграна правда большая орда до нее о боже мой до нее дойти а до нее придется кстати дайте видимо да ну да видимо придется или может большая орда и так из войны выйдет сколько 27000 да мы сейчас 24 поведем у них в степях столица кстати когда мы вот этот перри заберем себе гена полностью переедет жить сюда она не пропадет нет итак минус большая орда тут никакие территории мы не получаем хотя было бы прикольно незачем просто-напросто чисто по косплеить генуем да так вот ну и вот она генуя сто процентов до забираем саму генуя и агрессивочка очень скромная это прям удивительно ну это добренько чудо бренка ну и все видимо до генуя наша пожалуйста торговля всякая вот это вот ой добренько холмы холмы она вместе с вот этой крепостью закрывает наш запад а это добренько дам холмы это минус один кстати тут у нас холмы что-то думала в горах крепость у нас нет в холмах ладно ладно добренько так новый соперник нам нужен новый соперник но в целом можно делать ход конем чисто польшу выбирает но и я не уверен что т.с. с польши я справлюсь мамлюк на мамлюк у нас претензии есть уже до мамлюк наверное о кстати австрии и костили сразу вступаются вот это добренько а и польшу можно призвать нифига жестко на закиты за территории и чисто торговля у нас будет течь еще больше но это добренько торговлю мы любим к 100 к 100 с гену и мы тоже хотим торговлю брать до торговый доход у нас сейчас скажите мне 33 да и дебафов нет никаких здесь то когда какого мне торговца давайте отсюда торгу блин у нас все хорошие торговцы подожди у нас три где-то где еще дожди раз-два а вот они они и вот они вот блин даже с александри получается меньше чем отсюда перетягивается ну ладно этому сейчас поправим так и было 33 а станет 31 да понятно дам-дам-дам-дам и тут у нас эти дебафы два вроде нету нет есть дебафы подожди 28 не ну также 28 нет короче там мы три монетки получали а тут мы перетягиваем 4 получаем практически всех ну здорово агрессивка конечно в наличии да но у нас и торговые это наша есть лига и все на защите от короче ничего страшно конечно уверен что торговая лига вступается всегда ну видимо это так должно работать да ну еще мега союзники пожалуйста о боже мой так что мы хотим еще ну видимо мамлюк наш следующий пациент да мне бы транспортников побольше и до фула добить этим скажите мне галерки галерки а кстати не просто нужно это сделать а учитывая линейные корабли по-моему по 3 они дают да то есть 9 и 21 30 он с ровно и 30 есть добренько еще добренько давайте 34 еще десятик сюда накинем когов и нормас будет а мы не сможем нас лимитик нам печально чего печально кстати это же не просто так у нас агрессивка такая была а вот еще из-за этого еще из-за этого а кстати у нас же бонус есть блин я что-то смотрю на эти а самый крайний правый угол а что всегда запомню помню то что все серое тут вон чё вот это добренько вот это уже под конец эпохи открытий а нас вот вот она уже сколько через четыре года она сейчас будет ну да супер класс луцк причем я об этого даже в комментах никто не написал но чё сказать не страшно с таким успехом можно и дальше на совую накидываться накидываться руать ее зубами получается а мы хотим вообще италию сделать вопрос такой италия италия нам до италии так-то немного там и наверное и не хотим и же италию в принципе за нее играли формировали на не ну итальянский землю 100 процентов будем забирать потому что торговля потому что вся торговля папская область вот торговая наша точка единственная да больше точек нету никаких вот прокачиваем их только у папской области это в целом они не особо то и ужасные да я тогда сделаю претензию на нас про пропала у нас да вот и спокойненько хотя бы одну рубина заберу да хотя я наверное и анкону тоже в том числе да получается моблюк нетронутым будет но так не добренько так не надо два союзника так-то и еще и три союзника польша хоть и по сути они все за нас могут сделать мы даже ничего не вы не поделаем да но правда непонятно какой ну как они покрасить территории лишь они могут это сделать не очень удачно причем такие претензии нас сочный в 3 территории и все торговый тут тоже бонус есть такой чудовица домомлюк наверное сейчас под нож нас ляжет правильном лимиты в наличии лимит у я про лимит ты забыл так у нас у нас советник разве что вот этот на первом уровне до что я не сильно-то и жалую но у нас тогда вообще будет очень все печально короче мы можем содержать советников две троечки одна двоечка без бонусов на то что типа они чуть подешевле будет нет это полную стоимость да но с пушками тогда не сильно смогу сделать пушку у нас одна сколько занимает 0 66 денег хотя 4 попробуем не хотя 4 хватит давайте вот так вот 6 ладно пока мы экспериментируем наверно можно уже на этого малюка напасть что не за союзники здесь и здесь это это вассал мы еще с карманом будем воевать нам но все они короче здесь целом австрия и польша пойдет сейчас вот так вот чисто чисто через право прохода его рубить костили через свои какие-то места да так что в целом можно даже и не напрягаться польша давай ты можешь давай конечно может а маленькое мнение тихо чего можно сделать для этого право прохода предоставить зачем вот это я кстати не ожидал то что с польши у нас будет низкие отношения а давайте кстати без польши начнем войну быстренько да мы до улучшаем и они тогда приз такой призыв не получится у нас эти ширина фронта повысилась это нужно учитывать хотя чё польши так нас не любит то таланты критикам агрессивные ну чё-то даже не знаю а с австрии у нас тоже то же самое блин тут франция сирана несмотря на то что мы их типа победили чутка земли по захваты сердечко нас любит так добродушны и чувачок генри второй так вот польши давай-ка мы тебе это прожмем уже 50 отношений есть давай через готовность чистая чтобы побыстрее мало ли кто-то сейчас на войну начнет такое бывает давай-ка какая тут самая богатая территория на 13 до союзничков ну и все получается 602 получается ну да четыре раза сильнее да похоже на то короче поехали дам а однако и а в Субтитры создавал DimaTorzok 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 А там нет Ладно тут особо ничего не сделаешь Из-за этого Ну в целом с этим Так Урбина вот этого Анкона подороже Поэтому Анкона Агрессивка сильная Но я надеюсь на лучшее Причем настолько сильная Так что давайте чисто За Урбина Начнем войну Потому что За цель войны Там агрессивка меньше Дается А на Анкону нам Так может не хватить В общем-то Так что мы сейчас На грани На грани возможностей У нас технологии сейчас будет Никто не приходит к нам Никто не приходит Ну и поехали. А, коалиция, кстати. Здравствуй, коалиция. Коалиция, коалиция. Печально, печально, что коалиция. Возможно, нас... А никто в Торговую Лигу не хочет. А, потому что мы в состоянии войны, поэтому не хотят. О, блин. Это печально. Союзники уже у нас же остались, да? Остались. Вот это, кстати, очень печально. Союзники уже у нас же остались. Итак, по-паримски. Мне тебе много не нужно, да? Просто я скромно сейчас возьму. Урбина. И все. 11. 11. Это, ну, Солуца еще. Анкону, если... Если Анкону, то побольше, да? Но в целом можем мы такое сделать. Такую борзость, да? Резкость. Давайте еще Наполе из войны выведем, я бы хотел. Наполе. А, не Аполь. Кстати, а как они проходят? Подождите. А, нет, они никак не проходят. Они... А сразу... Да, понял. Так, Союз с Австрией минус. Это добренько. Это прям добренько-добренько, да? Мы, кстати, много чего с Неаполя можем потребовать, нифига. Нормально. У Неаполя какие-то претензии на нас. Ну, да, какие-то. Да это не страшно, в общем-то. Так, это берем и все, чисто ложимся и залегаем на дно. Правильно? Правильно. Все, все. Мы залегли на дно полностью. Ой, что нам делать на этом дне, кстати, если у нас агрессивка и против христиан, и против мусульман, да? Ну, в целом, такая агрессивка в Италии, в основном, да? Смежные страны. И все мусульмане здесь. На Магрибе ничего нету. Надо будет подумать. Может, вы в комментах подскажете к 100? Так и сильно ли это бы установило нашу экономику? Ну, по процентам... Ну, было 33, стало 37. Ну, блин, ну, заметно, заметно. Кстати, можно в Золотой Век вступить. Мы, наверное, этого не хотим. Наверное, мы в Золотой Век вступим. Хотя, в прошлый, за Монголов, когда мы играли, мы Золотой Век уже прожали тогда, когда он нам вообще бесполезен, да? В целом, Золотой Век нужно брать для того, чтобы воевать максимально эффективно. Ну, я так думаю, что союзников этих опрокидывать как-то там что-то расширяться за их счет. Но агрессивки просто выше крыши. Я ничего не смогу сделать. Советник на улучшение отношений стоит. И, в общем, все, чем могу похвастаться. Как быстро у нас агрессивка сходит? Два с половиной. Вот такая противная нам страна. Тоже два с половиной. Везде два с половиной? Ну да, везде два с половиной. Кстати, эпоха у нас все не меняется, не меняется. Это, видимо, потому что... Да, у нас протестантизм недоступен для принятия. Ну, подождите, какого протестантизм? А, да, протестантизм, ну да, эпоха реформации же. Вот он, протестантизм. Не знаю, насколько... Насколько давно он появился, да? Ну, в общем, какой-то... Какая-то отсрочка у нас есть к этому моменту. По институтам у нас все довольно печально, колониализм у нас не распространен. Это можно пофиксить, да? Было бы приятно до конца взять экономические идеи. Цена повышения развития минус 20. И вместе с количественными политиками еще на минус 10. Итого минус 30. Это прям добренько было бы. Можно несколько стран в торговую лигу призывать. Что это за баг? Так вот, торговую лигу. Пизу, наверное, не будем брать, да? Хотя нет, пизу как раз мы возьмем. Потому что мы ее в любой момент можем захватить, да? Потому что у нас перемирия не будет при выгоне ее из лиги, да? Вот. А так ее, по крайней мере, никто не захватит. Добренько. А, ну и все на этом, да? А, нет, не все. Все, вот посмотрите, насколько большая у нас торговая лига. Я, значит, она большая? Да, вот, вот такая вот. Ай, добренько, добренько, добренько. У нас они вот таким вот цветом розовеньким, каким-то таким вот... Что это, какой-то лиловый цвет, не знаю. Вот таким вот они выглядят, цветом покрашено, добренько же. Много в Германии. Вот пиза, тут три штучки мусульм... Ну, это, два мусульманина, да? Торпезун Феодора. Ну, красиво живем. А еще кто-то Салуца согласен. Давайте Салуца призовем. Нормально. Того у нас вот такая торговая. Уже чуть-чуть щиточки друг на друга флажки наслаиваются. Это прям красиво, красиво. И все эти страны оберегают нас от коалиции, в которую, кстати, вошли только две страны, и что-то все. И все заглохло. Это добренько. А, нет, кто-то, кто-то выходит из лиги, конечно. Печально. Ну, так постоянно. У нас и, кстати, и Дулкадир у нас выходил из лиги. Хотя, казалось бы, это первый мусульманин, что у нас в лиге есть. Почетная должность, кстати. Кстати, это... Давайте торговца все получим дополнительного, да? Денежки есть на все это. Так, ну еще одного торговца получили, это с Египта, да? Да, Египет, причем процентик, ну, с небольшим запасом, да? Он может пропадать еще. Так, и этого торговца... Подождите, вот сейчас у нас 43. Если я буду получать прибыль, то это прям сильно упадет у нас все это дело. Нет, 44 не упало. О, блин, добренько. Она прям не упала или это сейчас, типа... Ну, потому что тут дебаф есть. Нет, не упала. Ну, хорошо, я прослежу, короче, 3 тут. Короче, запомним, у нас доход от торговли 47, типа, около 50-45 еще нормально. А если нет, то будем смотреть, что случилось. Какие у нас доходики теперь? 91. Ай, красиво. Ну, ладно, друзья, на этом, наверное, можно было бы и заканчивать. Добренько живем, добренько. Такие, знаете, такие лайтовенькие, хорошие, такие приятные серии. Но это пока, это пока у нас не идет вот это разгребание союзника вот этого. Особенно Австрия. Да, Польша тоже тут начудила. Да, но в основном Австрию. Австрию нужно будет красить очень много. Сербию, Болгарию, я бы... Ну, это как по торговле, нам все равно это нужно будет в любом случае. Вот, ну, а пока, друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, и жмите на колокольчик, и на это на сегодня вот и все. Всем спасибо, что были, всем спасибо, что смотрели как-то так.